Глава 15. Почему мы проигрываем, когда уступаем? Сексуальная привлекательность женщины во многом связана с ее загадочностью. В наше время, когда девушки так доступны, эта проблема более чем актуальна. Лиза Шифорин и журнала «Женщины» это высказывание из светского журнала, и сам этот факт заставляет нас задуматься. Кажется, все старые опять становятся новым. Бог защищает женщин намного сильнее, чем мы думали. Даже светский мир просыпается на разгневанный зов поколений разочарованных женщин, признавших, что распущенность не привела их к желаемой цели. Как женщины, мы теряем намного больше, чем мужчины, когда уступаем. Приведенная мною цитата представляет женскую скромность как составную женской сексуальности, как возможность добиться желаемого. Но для нас это не самоцель, есть более высокое призвание. Нет смысла менять поведение, ставя перед собой все те же цели. Мы говорим о восстановлении женского достоинства, чести, силы, и даже об авторитете целого поколения женщин, больше не желающих проигрывать. Прислушайтесь к проницательным словам Даниэлы Кретендин в ее глубокой книге «О чем нам не рассказали мамы». Воистину, среди всех данных нам обещание о нашей способности достичь свободы и независимости как женщины, обещание сексуального раскрепощения, возможно, оказалось самым иллюзорным. Разумеется, в наши дни осознание обмана дается большой ценой. Вся сексуальная бравада, которую демонстрирует девушка, испаряется, когда дорогой ей юноша, удовлетворив свое тело, впервые дает ей понять, что она ему больше не нужна. Как бы она ни притворялась, как бы ни уверяла себя в том, что все равно ей такой парень ни к чему, она не в состоянии защитить себя от боли и унижения, пережитых ужасные минуты после его ухода. Она осталась снова одна и чувствует себя далеко не привлекательной в сексуальном плане, а просто использованной, быть использованной, а потом брошенной. Это ужас, которого особенно остро переживают молодые. Мы не были созданы для того, чтобы нас просто бросали. Когда мы полностью отдались кому-то, открылись и обнажились, нас должны принять. Нас не должны оставлять. После того, как мы открыли самые интимные места, секс должен служить кульминацией, торжеством и скрепляющим элементом для союза двоих. Так влюбленные становятся одним целым. Секс не должен быть завершающим актом перед прощанием. Как ужасно слышать, я добился, чего хотел. Я ухожу. Кстати, спасибо за все, наше чрево было создано для семян жизни, насаждаемых с особой заботой и любовью, а не для тех, что заброшены туда случайно, в порыве удовлетворения эгоистичных желаний. Наше чрево. Как сад, за которым нужно ухаживать, и когда он расцветит. Бог их заповедал мужчинам, вступавшим в брак, оставаться дома весь первый год совместной жизни, чтобы дарить счастье своим женам. Фтор, 24, 5. Жена должна была с особой заботой насаждаться в саду счастья, где могла цвести отдавать жизнь. Как женщины, мы не были созданы служить средством сексуального удовлетворения для мужчин. Для нас есть лучшая судьба. Как женщины, мы хотим и заслуживаем большего, чем просто сексуальное удовлетворение для себя лично. Мы жаждем близости, романтики и страсти. Мы хотим познать и быть познанны. Где недоверие, не может быть близости. Где не бывает прочных доверительных отношений, нет завета. Как можно доверять тому, кто не дает вам оснований верить в то, что он будет с вами завтра? Если он не готов ждать вас сегодня, усмирить свои сексуальные страсти, он не будет ожидаться вас завтра. По природе мужчины, завоевателя, сполна насладившись трофеями, они могут пойти дальше к следующей цели. В отношениях между мужчиной и женщиной есть еще одна особенность. Бывает почти невозможно начать с сексуальной связи и затем перейти к более глубокой близости. Мужчины не заинтересованы в том, чтобы узнать лучше тех, которых познали слишком быстро, как бы вы ни старались. Зачем тратить время на внимательное прочтение этикетки опустошенной бутылки? Мужчина любит приключения, интригуя женщин, которые заставляют его верить в то, что представляют собой нечто особенное. Он хочет верить той, которая верит в него. Он хочет быть уверенным в том, что может доверить ей свое сердце, детей и свои деньги. В глубине души хорошие мужчины желают быть чьим-то принцем или рыцарем в сверкающих доспехах. Если вы ждете своего принца, не забывайте о том, что ему будет нужна принцесса. Давайте теперь рассмотрим, что мы как женщины рискуем потерять из-за распущенности, потери, уважения, невинность, власть, неповторимость, загадочность, детственность, доверие, хорошей репутации, контроль, сексуальное здоровье, чистота, плодовитость, надежда, свобода и будущие отношений, с биологической точки зрения, беременеет. Конечно же, женщина, а не мужчина. Он может завести ребенка, не пролив и капля крови. Но женщинами так не бывает. Именно она вынашивает малыша до срока и убивает его, пока он растет в ее чреве. Оставшись без мужчины, именно она должна выносить ребенка, которого ей, возможно, придется отдать. Если она оставит его себе, то именно ей однажды придется объяснить малышу, почем его или ее отец не любил их и не пожелал остаться. Все эти решения сопряжены с внутренней болью. Многие передаваемые половым путем болезни разрушают репродуктивную систему женщины еще до того, как их обнаружат. Часто это означает, что ей будет трудно забеременеть, если, конечно, она уже не стала бесплодной. Существует также проблема спида, который сокращает нам срок жизни. Мужчины, как правило, быстрее и легче переходят от одной половой связи к другой могут передавать не только свое семя, но с нему массу проблем. Даже не отдавая себе в этом отчета, один молодой человек в одну и ту же неделю сделал беременными одну мою знакомую девушку и сестру ее лучшей подруги. Их дети родились с перерывом в один день. А где был этот парень, когда эти девушки корчились от боли во время родов? Держал ли он их за руки? Нет, он сбежал. Давайте рассмотрим, что выигрывает женщина от сексуальной неразборчивости. Приобретение, временное наслаждение и сексуальный опыт. Давайте посмотрим на приобретение и потери для мужчины. Потери, невинность и сексуальное здоровье. Приобретение, временное наслаждение, сексуальный опыт, радость победы, свобода переключиться на кого-то другого. Каждый день иллюстрация к этой теме можно наблюдать по телевидению. На днях я натолкнулась на одно ток-шоу. На груди у одной девушки, которая выглядела обеспокоенной, была надпись, «Он считает себя отцом ребенка». Молодой человек согласился пройти тест на отцовство, чтобы доказать свою непричастность, и после этого его либо признали бы виновным прямо в эфире, либо оправдали бы. Конверт с результатами теста открывали так, словно собирались объявить претендента на премию «Скар», и результаты теста показали, «Вы не являетесь отцом ребенка». Молодой человек вскочил с места и начал скакать от радости, «Я пойду домой свободным». «Я свободен». «Я же тебе говорил, это не мой ребенок». Обнимая своих друзей, он продолжал ляковать за кулисами. А в это время все происходящее транслировали на экране в студии шоу. Перед глазами ведущего, зрителей и самой этой девушки, меня поразил ужас на лице молодой матери. Она выглядела совершенно потерянной и удрученной. Даже ведущий почувствовал ее страх, наклонился к ней, взял ее за руку и сказал, «Забудь его, мы тебе поможем». Девушка бесчувственно кивнула, в то время как молодой человек, наслаждаясь свободой, продолжал скакать или ковать. «Должна признаться, я заплакала, увидев все это. Ее жизнь уже никогда не будет прежней». Она выставила свою трагедию на обозрение всей Америки, надеясь обеспечить своего ребенка отцом. Но она лишь выяснила, что он не отец. Конечно, напрашивается вопрос, почему она не привела всех молодых людей, с которыми жила в тот промежуток времени. Возможно, только к нему она питала чувства и с ним хотела связать свою жизнь. Правда, которую она стремилась выяснить, не принесла ей защиты. Она опозорилась, оказалась посмешившим перед миллионами чужих людей. Присутствовавшие в студии зрители реагировали на происходящее по-разному. Некоторые были в шоке. Кто-то качал головой, кто-то с издевкой посмеивался. Мне так хотелось обнять эту девушку. Я не могла сделать этого, но, по крайней мере, могу предостеречь вас. Цена сексуальной беспорядочности для мужчин минимальна по сравнению с тем, какая расплата ожидает женщин. Я полагаю, что это часть борьбы, которая уготована нам в результате прегрешения в Идемском саду. Это еще один пример тому, как страдают женщины, когда приступают законы любви. Эти законы не были установлены для того, чтобы лишить вас радости и удовольствия. Они созданы для защиты. Грех предлагает временное наслаждение. Я уверена, что та молодая девушка наслаждалась иуминутным удовольствием в объятиях своего молодого человека, впрочем, как стало очевидно, и в объятиях других мужчин. Но недолговременный экстаз не сравним с тем позором, что, вероятно, ей пришлось испытать в теле студия. Когда вы начинаете отношения с того, что должно служить их кульминацией, ваш союз быстро деградирует. Если самый богатый ощущениями элемент, сексуальный, используется сразу же, а другие сферы при этом пренебрегаются, в результате недостает связующего элемента, который должен скреплять отношения. Мужчине не нужно долго искать, чтобы найти доступную для секса женщину. В современном обществе за ее услуги даже, как правило, не приходится платить. Я хочу рассказать вам, какую карикатуру я видела в одном порнографическом мужском журнале. Это было много лет назад, еще в колледже. Мужчина и женщина лежат в постели. Она слегка отталкивает его рукой, ожидая от него ответа на вопрос, «Будешь ли ты уважать меня утром?» Следующий рисунок показывает его в некотором смущении, «Уважать тебя утром?» «Я и сейчас тебя не уважаю». Если вы ищете уважение, то не найдете его в беспорядочных связях. Мужчины предпочитают жениться на женщинах, которые никогда не имели близких отношений с мужчиной, а тем более с кем-то из их друзей. Мужчинам нравится заигрывать, дружить и вступать в связь с красавицами легкого поведения, но, как правило, такие женщины не числятся первыми в списке кандидаток в жены и матерях детей. Сексуальная беспорядочность дает женщинам право вести себя в сексе подобно мужчине. Но истина заключается в том, что, как бы мы себя ни вели, мы никогда не станем мужчинами. Тогда зачем же нам действовать таким образом? Самая большая сила женщины заключается в ее женственности и загадочности. Наша культура постаралась делать так, чтобы слово «женственность» ассоциировалось с образом человека из нежного, слабого и неинтересного. Я полагаю, что если приписать качества, относящиеся к женственности, мужчине, то он действительно будет смотреться странно. Но женственность подходит женщинам. Когда женщины полностью выполняют свою роль как женщины, они бросают мужчинам вызов подняться на новый уровень, на новые высоты в своей роли. Мужчины стремятся к уважению, нежности и вниманию со стороны тех, которых считают равными себе и в то же время половинками, дополняющими их. Мужчинам не нравится быть одинокими, потому что их труд жизни имеют настоящие цели, если их ни с кем разделить. Мужчины не испытывают желания защищать женщин, которые обнажены, но вместо этого стремятся завоевать их и унизить. Они хотят защищать тех, которые обличены и покрыты. Если мы хотим вновь обрести близость, то должны примириться с очевидной истиной. Чтобы вернуть себе достоинство и уважение, мы должны быть готовы снова одеть на себя покрывало. Сексуальная свобода нисколько не возвысила, а, наоборот, унизила образ женщины. Можно обольщать, не прибегая к женственности, но только женственность содержит в себе настоящую притягательность. Веками дочери Еву взывали к сыновьям Адама, «Подари мне жертвенную любовь, спаси и защити меня, восполни мою самую глубокую потребность в безопасности и надежности». Как правило, сын Адама дает обещания, которых выполнить не может. В свою очередь, он надеется, что женщина исполнит его желание, которое он не может выразить словами. Но и тот, и другой обречены на провал, потому что только Бог способен удовлетворить самые глубокие желания каждого из нас. В отчаянии мы торговали собой, боролись и воевали с мужчинами, пытаясь заставить их благословить нас и оценить нас по достоинству. Но эта борьба в лучшем случае вызвала одни разочарования. Слишком часто мы оказывались униженными, в грязи, изнасилованными, израненными и одинокими. В конце концов, все это оказывается бессмысленным и утомительным процессом, в котором проигрывают обе стороны. Сыны Адама в этом не виноваты, они не могут дать нам благословение, к которому мы стремимся. Мы сами испугали их, предоставив вам столько власти над нашими душами. Мы должны понять, что благословение, в которых мы действительно нуждаемся, приходит только от Бога. Мы должны позволить Богу дать нам новое имя, потому что мы уже не дочери Евы, которая прячется в тени фиговых листьев. Мы — дочери света и обетования. Мы — невеста принца. В замечательной книге Джона Элдриджи «Безудержные сердцем» автор рассказывает о том, какое разочарование испытывают мужчины, когда ищут удовлетворение у тех, кого он называет красивыми блондинками. А как же насчет нас, женщин? Разве мы виноваты не в большей степени? Мы слишком долго смотрели на Адама и разочаровались. Адам был сотворен до Евы. Адам по-прежнему предшествует ей. Адам обладает с господствующим положением, которого никогда не узнает женщина, потому что он был прежде ее. Ева ожидала, что Адам станет для нее больше, чем мужем. Он был ее братом и прообразом отца, потому что она была первой единственной женщиной, рожденной от мужчины. Выбор Адама разочаровал ее, так же как разочаровал ее собственный выбор. Нам действительно нужны мужчины, которые черпают силу от чего-то большего, чем они сами. Адам никогда не сможет разорвать наши цепи. Пока вы смотрите только на Адама, вы будете бороться и разочаровываться. Но когда вы смотрите на Бога, вы уже не нагая и не опозоренная дочь Евы, но одетая и скупленная дочь обетования, славная невеста, которая поет и танцует в ожидании своего принца. Вы можете испытывать горячие чувства, потому что обменяли закон на желание, рабство на свободу и правила на отношения. Вы — царственная особа. Некоторые женщины знали только горечь сожаления, пока не пережили радостный поток милости. Это срочный призыв к женщинам, вернуться на их изначальную позицию силы, достоинства и чести. С высоко поднятыми головами мы можем возвещать свободу нашим сестрам и дочерям. Да, мы можем выпустить на свободу пленниц, чтобы они шли и впредь не грешили.